Да, приветствую вас, друзья, и с 23 февраля сердечно вас всех поздравляю. Видите, с нами вот гусар молодой, и у него рюмочка, ну, за праздник 23 февраля. И рядом со мной мой стариннейший друг Александр, да, Александр, который пришёл ко мне поздравить. Ну, и мы вспомнили, как говорится, юность, потому что мы дружим много лет, но у нас есть разница в том, что одинаковым образом мы верим, что будущее человечества прекрасное. Естественно, мы же оптимисты, но я верю в то, что через науку это происходит. А Александр ещё немножко верит в то, что через эзотерические знания тоже. Да, я правильно говорю? Ну, здравствуйте. Да, да, рассказывай, рассказывай. Ну, собственно говоря, частично ты прав, то есть есть правда в твоих словах, но... Есть правда в твоих словах, молодец, да, давай дальше. Дело в том, что всё, что существует в этом мире, любые знания, любые методы, технологии и так далее, они все относятся к области науки. Громче говори, пожалуйста, потому что надо, чтобы все тебя хорошо слышали. Я подвину к тебе микрофон. Так. Судишь так, чтобы все тебя видели. Теперь можешь говорить спокойно, потому что... Да, область, которую ты называешь эзотерическая, она тоже относится к области науки. Как это может быть? В эзотерике там всё смешано, и научное, и ненаучное, и там всё смешано. Ну, я сейчас не говорю о смешании, я говорю о самих явлениях, о самой той реальности, которая называется эзотерической. Есть реальность, которую признаёт наука. И я вам сейчас скажу проще и короче. Короче говоря, вот, послушайте, у Александра есть очень хорошая фраза и очень хорошая позиция в части того, что можно управлять своим отношением к чему-либо. Например, можно осознанно настроить себя, поверить во что-то. Это очень важно, потому что, если, например, изобретатель поверит, что сегодня ночью, когда он будет спать, у него откроется ответ на решение вопроса по новому изобретению, у него так может случиться. Да, почему нет? Потому что эта мотивационная установка может открыть, снять барьеры. Если он поверит, что это возможно, то он снимает блоки и действительно мозг может выдать ему какой-то результат. Такое возможно. Но я считаю, что это внутри человека, что это не может быть. Если я поверю, например, что сейчас у меня, может, по моему желанию, если я поверю, что по моему желанию здесь образуется кусок золота, он не образуется. Потому что это уже за гранью. За гранью. А вот Александр считает, что это не за гранью. Вот в этом у нас как раз-таки я с наукной точки зрения подхожу, а он как с эзотерической. Потому что, мне кажется, тут есть путаница. Вот сейчас он мне приведёт про квантовые поля, куда человек приходит в ноосферу, там желает, там мечтает, и всё это получается. Путаница такая большая. Огромная путаница, в которой мы сегодня все находимся, и очень много людей, некие метафоры воспринимают буквально. Так, ну давай. Ну, я тоже считаю, что все эти явления находятся за гранью, только за гранью обычных научных представлений и тех знаний, которые наука для себя открыла на данный момент. За этой гранью есть ещё одна область, большая, бесконечная. Ты туда смотришь, чтобы все тебя видели, даже лучше смотри в камеру. Которая относится... Которая относится уже, скажем так, к сфере необычных, чудесных, волшебных возможностей человека, то есть сверхвозможностей. И вот это богоподобие, которое утверждается во всех религиях, человек создан по образу и подобию Бога... Ну, имеется в виду, что творец, но это понятно. Творец, но, понимаешь, к слову творец, к этому, скажем, к этой идее можно подойти по-разному. Творец, как художник, там ещё что-то, какие-то творческие возможности, на обычном, понимаемом для нас, скажем, уровне, привычном. И творец, и как творец, который может... И в искусстве, и в науке, и в танце. Но понятие творчества, оно тоже имеет определённую ограниченность в человеческом сознании. Да, а что неограниченность? Неограниченность – это то, что ты привёл сейчас, пример с материализацией золота и так далее. Это тоже определенный феномен творчества. Творить, создавать. Можем мыслью создать материальный объект. Абсолютно легко. Но умеете, знаете. Ну так создай, создай. Мы подойдём к этому. Один приятель, мы подойдём к этому. Он сейчас в Болгарии, всех учат гипноза, он у меня учился на ключу. Он мне показал невероятное. Он говорит, ты не веришь в телепатию, а я тебе покажу сейчас. Я говорю, ну покажи. Он положил сигаретку на стол. Потом стал вот так вот делать руками, руками. Да, внушать сигаретке что-то, телепатировать что-то, собрал, концентрировал энергию. И вдруг сигарета та-та-та-та-та и покатилась. Я так офигел. Я говорю, слушай, как ты это делаешь? А он говорит, хочешь узнать на самом деле? Я говорю, конечно, потому что кто мне покажет, что мысленно повлиял на материальный объект, я просто не только сниму штапу, я голову свою сложу. Он говорит, ладно, я тебе честно скажу, как это было. Только ты, говорит, никому не рассказывай. Но прошло много лет, поэтому я расскажу. Он говорит, я знаешь, как делаю? Я, говорит, вот так вот имитирую, что я концентрирую свою волю, свое внимание, что я внушаю что-то этой материальной сигарете. И вроде как не получается, и опять, и вроде как не получается. А потом, когда ты уже убедился, что я все силы приложил, я потихонечку дую. Нет, та-та-та-та-та. Ну вот и все. Ну надо, чтобы человек показал. Ну, молодец, он столько людей обманул, поэтому, много лет прошло, поэтому я теперь имею право рассказать. Так, давай. Значит, Хасай, вот все в этом мире, и ты, в том числе, и этот микрофон, и зрители, и телевизор, и компьютер, все находится в океане энергии. Некой чистой потенции, которая называется пространственная энергия, вакуум. Все абсолютно. Это то, та субстанция. Раньше называлась воля Божья, сейчас называется энергия. Да. Ну, воля Божья тоже энергия. Ну, правильно. Все теперь, все, все, спешали в одну кучу. Вот. И вот из этой пустоты, из этой, скажем, субстанции, из этого потенциала, которую нельзя назвать энергией, ну, как бы, она является своей потенцией, энергией, силой. Но в таком спящем состоянии, как бы, непроявленном, она называется вакуум, то есть пустота. Так вот, вся Вселенная родилась из этой пустоты. Путем ли взрыва, путем ли каким-то другим, но факт то, что все родилось из чего-то или из ничего, что есть одно и то же. Вот это чего-то и ничего, есть та самая субстанция, в которой мы сейчас плаваем, и все в этом находится. Так вот, эта потенция, это та энергия, которая может, если суметь ее активировать и запрограммировать, она может принять в любую форму проявленности, своей проявленности. То есть, в виде энергии, в виде электричества, в виде поля, в виде звука, в виде формы. Это абсолютно реальная и доказуемая вещь. Поэтому я отношусь к саморегуляции человека на том уровне, на котором сейчас она известна, по факту. Всего лишь как определенному этапу и уровню, за пределами которого есть другой уровень, другой этап. То есть, саморегуляция человека может быть намного шире по своим возможностям. Но вот эта широта этих возможностей, она напрямую связана с уровнем открытости, деблокированности сознания. То есть, наши возможности всего лишь ограничены нашим же сознанием, нашими установками, сформированными социумом, генетикой и так далее. Это всего лишь определенные программные блоки. Это правильно, я с этим совершенно согласен. Психологический зажим, как говорил Альтшуллер, психологическая инерция, может не позволять, например, изобретателю, то есть открывателю, открыть что-то новое, может не позволять вот это доминанта неуверенности. Отрицающие установки. Вполне, вполне, вполне. Я же не против этого, я за это. Я поэтому и отметил сразу, что Александр как раз-таки в очень хорошем положении, в том смысле, когда он утвердил мне давно, много лет назад, и сказал, что вера наша в наши возможности может быть управляемой, можно осознанно поверить, что ты можешь решить какой-то вопрос. Это очень важно, это и саморегуляция. Но если там реальные возможности и нереальные, я пример проведу. Вот там в свое время я попал в группу, где детишки под руководством там Бронниковых и прочих людей, они учились видеть без помощи глаз. Потом я сказал матерям, хотите я вам покажу, я тоже могу видеть без помощи глаз. Матери говорят, они платили, кажется, 50 долларов за обучение детей, потому что дети обещали сделать со сверхвозможностями. Они говорят, конечно, хотим. Я говорю, ну дайте, наденьте мне эту же самую повязку, чтобы я мог вам показать, что я могу это сделать. Я стал читать журналы, они возбудились, говорят, ой, ой, нас тоже научите, нас тоже научите. Я говорю, пожалуйста, садитесь. И одна дама села, надели ей повязку, я говорю, смотрите и читайте. Она говорит, ничего не вижу. Я говорю, а вы смотрите не прямо через повязку, а вот там вот, между носом и щекой. И она, когда туда посмотрела и увидела журнал, она вскочила, закричала, уходите отсюда, вы испортите им биокомпьютер. То есть она не хотела признать, что их обманывают. Она не хотела, у нее возникла истерика. Меня больше туда не приглашали. Если вы обратили внимание, там вот все видеофильмы, которые были связаны с этим, с тенем без помощи глаз, там все люди вот так было, вот держат, чтобы вот так видно было, вот так вот они держат. Вот и они даже Бехтереву немножко смутили, потому что великая Наталья Петровна, она писала, что такое может быть. На самом деле она не предполагала, что ее просто банут. Мы же дружили с Натальей Петровной, она была великолепным директором института. Но не специалистом в области вот этих психотехнологий. Это очень серьезный вопрос. Там надо быть специалистом, чтобы разбираться в этих вещах. Мы все хотим верить, что все возможно, что человек обладает какими-то невероятными способностями, сейчас на этом спекулирует и держит нас на крючке. Очень много людей через эти вот квантовые переходы, квантовое поле, выйти на квантовое поле, в этот эфир и там начать что-то воображать. Но летают, друзья, не на коврах самолетов, а на самолетах. Потому что научные изобретения, они обладают особенностью, требуется подтверждение, требуется эксперимент. Просто на желание летать. Человек летать не может. Так? Не согласен. Давай, давай. Я уверен, что я на ковре самолеты, человек может полететь. Понимаешь, Хасаи, дело в том, что я сейчас вспомнил, пока ты рассказывал, наши с тобой беседы, разговоры, вернее, и наши улыбки, когда, по-моему, это в Махачкале было, или нет, в Абавяне, на заводе, в той лаборатории, в которой ты там работал, вот, и двое молодых парней говорили о чакрах. Это ещё советский период. И мы с тобой смеялись. И я не верил в эти чакры, и меридианы. Нет, не, меридианы, да, ты верил? Я не верил, потому что, и сейчас не верю, потому что чакр, как таковых, не существует, таких органов нет. Это функциональные системы, которые так называются. Ну, такого органа, вот как почка, сердце, чакра, чакры нет такого органа, сердце есть такой орган. Чакры существуют... Ну, сердце, это тоже совокупность определённых микроорганов. Так это же разные вещи, это функциональная система, которая состоит из многих... Ну, Хасай, это многовековое, уже многовековое, даже тысячелетнее, скажем, знание, вот, в деревне, ну, по крайней мере, по йоге. Нет, ну, слушай, ну, не бывает двух-трёх разных анатомий, например, в Индии это называются чакры, а в Китае, например, дзиндло, это каналы, каналы с точками. Ну, не бывает же две разные анатомии. В Китае же это не называют чакрами. Ну, по чакрам подразумеваются энергетические центры. Так вот так и скажи, они как органы, вот я об этом и говорю. Центры, конечно, ну, определённые нервные там... Это функциональные системы, как правило, уличного движения. Ну, как, какая разница? Я же специалист, я же... Я определяю, как человек, который наукой занимаюсь. Ну, есть люди, которым всё равно, это органы или система. Ну, мне-то не всё равно, я же специалист в своей области. Да. Я к чему это веду? Просто тогда нам тоже казались они нереальными, несуществующими. Существующими только их воображение. Для меня как органы, они и сейчас не существуют. Понятно. Ну, для меня и как органы, и как неорганы, тогда тоже не существовали. Существующие понятия надо определять. Согласен. Вот. Теперь касательно, касательно, скажем, той области знания о человеке, и в целом о мироздании, которое мы относим, которое называется квантовое поле, квантовые возможности и так далее, сверхвозможности, сверхспособность человека. Вот. Они тоже, кажется, тебе… Слушай, самое интересное, самое интересное, я как раз, относясь… Ой, прошу. Вот я создал что-то. И это было проверено, испытано, и на практике показало полезность. А те люди, которые верят просто в телепатию, в то, что человек может летать на самом деле, никто на свете типа летать не может, а вот один Петров умеет летать. Но такого быть не может. Законы природы, они распространяются на всех. Я что-то сделал и доказал. А эти люди, которые утверждают, что можно желанием создать кусок золота, или оживить мёртвого, или заставить колоситься поля, путём медитации, ну, эти люди пусть докажут. Хаса, я сейчас не про них. Никто не против. И не про эти способности. Пусть докажут. Я сейчас не про них. Были эксперименты, научные эксперименты, кстати, с растениями. Человек подходил и начинал резать, подрезать, то есть создавал болевые ощущения для растений. Ну, как бы в обычном восприятии, человеческом восприятии растения как бы бездушные и не испытывают ни боли, ни чего-то там, каких-то, скажем, нервных ощущений. Но наука доказала, что на растения так же реагируют, они воспринимают. И был проведен такой эксперимент. Человек создавал болевые какие-то воздействия на растения, а потом... Извини, Петон Сенна, помнишь, Эдик Александрович, у нас был генеральный директор в Абагане и МПО-позитор в газете, там, завод «Сириус», у него было 150 килограмм веса и ни одного слова без живого образа. Он вот так слушал, слушал, слушал кого-нибудь и потом говорил, и чего ты хочешь? Сейчас я тебе скажу. Давай. Так вот, потом человек, который... И на эти растения зафиксировали датчики, датчики, которые как бы воспринимали определенные всплески. Ну, я не знаю, как назвать, нервные всплески или электроимпульсы, так скажем, электрические импульсы. И вот как только этот человек заходил, у них сразу возникали электрические импульсы, ну, как бы их назвали волнением, страхом. Вот. Когда заходил человек, который нежно обращался с ними нежно, вот эти импульсы сразу исчезали, и полоса была ровная, аккуратная. Как растения воспринимали как бы контакт с этим человеком его появление? Вот как, например, собаки воспринимают, что человек боится и агрессивен он или нет по запаху. Андреналин идет или не идет? Ну, это один из факторов. Это один из факторов. То есть там есть определенная физика, которую можно измерить. Хорошо. Физика условно, говорю. Много явлений, много случаев. Вот есть тонкая грань, тонкая грань. Вот, например, грань, где вот позиции наблюдателя, которые смотрят, как электроны вылетают, там вот это вот постоянно вот этот пример приводит. Квантрия феномиальная. Да, что от того, как он смотрит, якобы они не туда вылетают. Так надо уже серьезно на это посмотреть. Надо серьезно посмотреть и разобраться, о чем речь идет. Потому что люди не столь имеют времени, чтобы в этом ковыряться, но хочется верить. И вот они начинают и Вернацкого там использовать, и Циолковского там использовать, и Федорова там использовать, и говорит слово наука и так далее. Ну, квантовые переходы это триггерные переходы в мозге, когда из одного состояния человек моментально переходит в другое качественное состояние. Это одно. А квантовый переход почему так назвали? Дань моде. Чтобы к психологии было больше доверия назвали физическим как бы квантовым переходом. Ну, чтобы доверие было. Ну, надо же разбираться в этом, потому что в этой эзотерике все в одну кучу. и правильное, и неправильное. Поэтому наука и нужна, чтобы разбираться, где доказано, где не доказано. Слабостью науки является то, я согласен, что пока что не доказано, автоматически отрицается. Но силой науки является то, что она пытается доказать, и самолеты на самом деле создаются с помощью научно-технических решений, а не только на основе веры. Я согласен с тобой, но частично, отчасти. Ты можешь мне привести человека, который покажет любой феномен, который доказывает, что человек может нечто делать, что не вписывается в законы природы, известные нам. Ну, например, кто-то говорит, я знаю, что есть люди, которые летают, ну, покажите, чтобы человек встал и летал. Я изучал это дело. Я изучал это дело, и я видел, как обманули тысячи людей на то, что летающие йоги, например. Человек сидит в падмасане, и потом вот так он взлетывает, и вот говорит, прыжки такие, да. Вот он говорит, сегодня, говорит, на 5 сантиметров летает, завтра на 10 будет, а потом и вообще полетит. разлетит. Да, но есть же разница. Подпрыгивать за счет идиомоторных действий мышц, когда он воображает, что он летает, у него включаются мышцы, например, точно так же, как я воображаю, что руки пошли, у меня включаются мышцы, это идиомоторные подпрыгивания. Но есть же разница, когда он на 5 сантиметров подпрыгивает и когда он полетит. Вот этот качественный переход из реального в нереальное люди не всегда понимают. можно подпорить, что есть реальное, что не есть реальное. Я хочу перевести... Ты приведи человека, который мне докажет... Скажи, пожалуйста, человека, можно в организм человека воспринимать как некий биокомпьютер, мозг человека? Ну да, так и есть часть нашего действующего определенного программы. Процесса работает как компьютер, например, как компьютер, когда человек очень сильно нервничает под впечатлением, когда внимание фиксируется, он зависает. И тогда как компьютер его надо обнулить, перезагрузиться, чтобы он заново заработал. То есть, в принципе, примерно схожи? Ну, нельзя же мозг, как компьютер. А, почему? Там есть нейросети, которые по другим немножко принципам работают. Ну, тем не менее, это нейросети и определенные, скажем, сигналы. Ну, конечно, мы можем сравнить, да, и чем больше изучаем природу, тем больше мы изучаем мозг. Да. Согласен. Чем больше мозг, тем больше природа. Да, и что? Так вот, этот биокомпьютер, который мы называем человеческий организм, тоже работает по определенным программам. Генетические программы. Конечно. Социальные программы. Да. И физиологические программы, которые предусмотрены для организма. Что из этого? Из этого то, что... Вот если сейчас говоришь, 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 дорогой мой, вот такое явление, да, сейчас объясню. Результат скажи. Мы говорили про старость, ты говоришь старость, Ты веришь, что человек может создать материальный объект одним желанием? Он может включить принцип саморегуляции. Я говорю сейчас о саморегуляции, что человек может омолодить себя. Так при чем тут это вообще? Оздоровить себя. Потому что он может эндофинную аптеку включить, серотомин. Насколько он может омолодить себя? Ну, до тысячи лет не может, конечно. На десятки лет может омолодить себя? Может, конечно. Я себя омолаживаю, несмотря на то, что инвалид тяжеленный, оперированный шеей. Ну, по факту, ты же не молодой. Я счастливый человек. Ну, понятно. По факту, мне 72 года, четвертого мата. Ну, физически ты тоже соответствуешь этому. Почему? 70-ти годам. Ну, я оперированный человек, я необычный человек. Ну, волосы седые. И что? Лицо не молодое. Ну, главное, что у меня душа умоложает. Конечно. Я сейчас говорю о реальном процессе омоложения. Есть же инвалиды, которые взорвались на войне, у них рук нету, ног нету. Мой товарищ не имеет ни руки, ни ноги. Я чемпион мира. Есть определенные факты, и они зафиксированы факты и в Индии и так далее, когда вырастали никакого отношения к телепати не имеют. Не, но телепатия один из феноменов вот из этой области. Слушай, я тебе хочу сказать. Да. Ты спрашиваешь, что ты хочешь. Да. Вот. Твоя школа называется Homo Futurist. Да. Я хочу сказать, что понятие Homo Futurist в моем представлении включает в себя или в себе более широкое, скажем, представление о возможностях человека. Что ты имеешь в виду? А какое у меня... Что и телепатия, и все это предстоящее. Какое у меня, который создал эту школу представление прежде, чем говорить, что понятие включает более широкое. Ты мне сначала спроси, какое представление у меня. Какое представление у тебя? Что человек будущего это человек, который будет адаптироваться в условиях неопределенности, генерируя генерируя неординарные решения со скоростью инстинктивных реакций, что он будет именно человеком-творцом. Потому что сегодня он обучается по схеме шаблонного мышления повторения мать-учения. Вот он много-много знаний выработал, вот попал в неопределенность, вот сейчас неожиданность, неизвестность. И там это не работает. И в этой неопределенности он перепугался. Тупиковая для него ситуация. Тупиковая ситуация. А человек будущего в этой тупиковой ситуации неопределенности будет быстро генерировать как изобретатель новые знания, открывать новые сферы деятельности, адаптироваться быстрее и выживет. Мы сейчас говорим о новых функциональных возможностях человека. я могу добавить к этому ХС, что в моем понимании речь может идти только в том числе и о расширении психофизических, психофизиологических возможностей в том числе, включающих и телепатию и все в том числе. Но я могу поверить в то, что человек в будущем может быть откроет, откроет, откроет. Вот мне звонят, а мне надо сейчас уже... Да, сейчас я там схожу. Да, Руслан через пять минут откроет. Где мы находимся? Да, ну, допустим, я хочу поверить, что в будущем может быть когда-нибудь откроет, но это просто моя надежда. Может быть, может быть, но это не значит, что это факт. Как можно сегодня это утверждать как факт? Отвечай на твое вопрос, что ты хочешь. Давай. Хочу молодить себя. Да. На сколько лет? Лет 20 хватит? 70 минус 20 50 нет. 50 Ты можешь в это поверить? Нет, я хочу реализовать это. В зависимости от того, как будешь к себе относиться, у тебя будет эндокринный баланс, обменный баланс. Я сейчас говорю о целостной трансформации твоей физики. Вот молодость, вот молодой Хасай, я верну в это состояние. Хочешь? Ну, верни. Вот. Первый вопрос омолоди, видишь, мы с тобой заключим договор. За мужчин, да, за мужчин. В том числе вот проблема с... Что ты хочешь сказать? Это тоже решаемый вопрос. Я просто хочу сказать, что все это программируемо. Это вопрос умеют. Возьми инвалидов, допустим, у которых ампутированы руки, ноги. Возьми их, ампурови. Давай начнем сначала. Чтобы у них опять руки появились. Это возможно? Возможно. Ну, понятно. И это доказанный факт. Давай сделаем по-другому. Вот смотри, вот есть определенная физика, да, моя? Да. Определенный, скажем, физический образ. Да. Если я трансформирую его, но не сейчас, на твоих глазах... Что ты имеешь в виду? Ну, поменяю рост, облик. Поменяй. Ты хочешь меньше стать или больше стать? Больше стать. Можешь делать. Я к чему это говорю? Для тебя это будет убедительно в том, что организм может управляемо, программируемо развиваться и меняться в заданном русле. Александр, я тебя никогда не целовал. Да. Ну, если ты сейчас на моих глазах... Сейчас? Не готов. Мы так не договаривались. Сегодня просто встреча, беседа. Но я тебе обещаю, я обязательно сделаю. В этом году и ближайшее время. Когда сделаешь, я тебе поцелуй. Все, я высказал свое пожелание. Отлично. И твое заболевание. Очень хорошее пожелание. И твое заболевание. Вот это заболевание, оно тоже уйдет в прошлое. Да у меня мелопатия, кто может с этим справиться? Слушай, мне так устал, когда ко мне звонят люди, сотни, которые говорят, вы знаете, у меня такой сосед, он такое чудеса делает, он такой массажист. Слушай, я сам массажем занимался, я сам сканировал, занимался, я сам... Я же знаю, что такое... Надо же понимать все-таки, что такое мелопатия после того, как Титан тебя туда поставили. 7,5 часа. Надо же понимать это. Она говорит, да мне не надо понимать, у меня сосед чудеса делает. Слушай, ну, если я каждому соседу, который будет горчичники ставить, даже не знаю... Доверять своей... Ну, конечно. Друзья, надо отличать факт возможный от факта невозможного. Потому что есть люди, которые говорят, нам не важно, как устроены часы, и самое главное, чтобы они показывали точное время. Типа того. А не важно, какая теория, главное, чтобы польза была. А вы знаете, для того, чтобы часы всегда показывали точное время, надо знать, как они устроены. Потому что, если вдруг они сломаются, надо знать, как починить, чтобы они всегда показывали точное время. Поэтому нужна наука. Знание равна силой. Правильно. Знание – сила. До встречи. До свидания. Спасибо тебе, дорогой. Взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok